В сквере юбилейный полным ходом ведутся монтажные работы по устройству городского катка. Территорию огородили забором. Рабочие приступили к раскатке так называемых айсматов, своеобразных пористых матрасов с самого нижнего слоя. Пока что издалека кажется, что это обычная стройка. Тем временем химчане уже в предвкушении периодически приходят в сквер, боясь пропустить долгожданное открытие. Сегодня мы пришли сюда прогуляться и посмотреть, как устанавливают каток, который мы очень ждем. Он был в прошлом году у невероятной красоты. И надеюсь, в этом году моя доченька подрастает и сможет тоже покататься. Каток театральный уже в третий раз будет украшать юбилейный сквер. В этом году администрация городского округа подготовила для жителей массу приятных нововведений. Например, будет увеличена территория проката, установят кафе на льду с горячим кофе и легкими закусками. Сам сквер тоже украсит. Неподалеку откроется новогодняя ярмарка. Для детей установят карусель и необычную лавочку в виде морского котика и многое другое. Сейчас у нас вовсю идут начала монтажных работ катка. Каток по-прежнему будет 2000 квадратных метров. Вмещать каток может за один сеанс где-то порядка 200 человек. Сеансы по-прежнему также останутся по полтора часа катания для всех желающих. Также на катке сохраняем детскую зону катания. В прошлом году театральный каток стал центром притяжения для многих жителей города. Здесь проводили выходные, устраивали концерты и праздновали Новый год. Инструкторы проводили мастер-классы по фигурному катанию. Как и раньше, посещение катка будет бесплатным для всех жителей городского округа. Выйти на лед можно будет уже с 13 ноября. Подрядная организация пообещала закончить все работы в срок. Каток будет функционировать аж до 15 марта.